Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! У нас сегодня мукбанг из того, что есть дома, из того, что есть в холодильнике. Единственное, что я купила, это вот такой десерт из Азии, который я не пробовала. Насколько я поняла, это новинка. Помните, мы с вами тирамису пробовали и еще один. В общем, тирамису мне очень понравился, а вот этот я видела впервые. Мне консультант сказал, что он с кислинкой, а все, что с кислинкой, я просто обожаю. Выглядит аппетитно. Будем с вами пробовать. И я заварила новый чай. Правда, он выглядит, как будто 10-летний чай. Но реально, я только что его заварила. Здесь у нас консервированные баклажаны. По-моему, рецепт у нас есть. Если есть, я вам обязательно оставлю. Если нет, значит его просто нет. И у нас в качестве основного блюда это пельмешки, которые я изначально отварила. А затем уже погрузила в сливки 20% и еще немного потушила со сливками. Получается очень вкусно. Но это намного калорийнее, чем обычные пельмени, понятное дело. И съесть так много их не получается. Но зато это безумно реально вкусно. Я не нашла большой нормальной тарелки, куда могла бы все это разместить. Поэтому мы прям с вами будем кушать из сковородки. Это новая сковородка, которую я подарила маме. Я купила новую. Здесь у нас имбирь, оливки и мой любимый Донисимо. Кушать я буду прям палочками. Знаю не в тему палочки. Но я не знаю, я получаю особое какое-то эстетическое удовольствие, когда я кушаю палочками. Еще я очень люблю кушать руками. Вам, наверное, покажется это дико. Но какие-то вещи я очень люблю кушать прям руками. Вот, например. Прямо в рот. Без участия вилки. Села снимать видео. Хорошо, что перепроверила микрофон. Оказывается, батарейка на микрофоне села. Прямо за привычку себе взяла каждый раз бы проверять. Сегодня мы с вами будем отвечать на вопросы из моего инстаграма. Там я выложила фотографию. Попросила позадавать вопросы. И там их очень много. Вот очень милый комментарий. Привет, Айка, я из Казахстана. Ты мой самый любимый мукбанг, которого я уже очень давно смотрю. Вопросов нет. Ты лучшая. Желаю тебе достигать вершины. У меня из Казахстана так много зрителей. Представляете, из Азербайджана у меня, там, не знаю, 6%. А Казахстан 20%. И это для меня как-то, знаете, даже необычно. Почему именно Казахстан? Ну, это очень приятно, честно. Всегда очень крутые комментарии. Прям так мило. Рядом еще ставят флаг Казахстана. Огромный вам привет. Что думаешь по поводу позднего образования? К примеру, поступить на медицинский университет в 21-22. 21-22 это вообще не поздное образование. Даже не думай. Было бы очень интересно послушать тебя. Я также буду рада почитать комментарии под этим сообщением. Ты божественна. Спасибо огромное. Очень приятно. Я здесь даже ответила, что отвечу обязательно в видео. Но после этого я мукпанк не снимала. 21-22 это не позднее образование. У меня жена брата поступила на логопеда. По-моему, ей 33 было. Или 35. Ну, в общем, тоже достаточно поздно. А теперь ей очень нравится ее профессия. Она работает, занимается любимым делом. Нет никаких ограничений. Единственный момент. Вместе с нами один период училась девушка, которой было около 32. И она как-то отличалась и внешне, и внутренне от нас. Но это все на самом деле мелочи. Тем более медицина. Вообще не понимаю, кто нам навязывает эти стандарты. Вообще я считаю, что ребенок, не знаю, 18-19 лет не способен просто определиться, кем он хочет стать. Вот прошли годы. Конечно, это невозможно. Но в любом случае, если YouTube закроется, там не будет его. Я бы очень хотела стать ветеринаром. Вот прям безумно. Это желание у меня возникло. После того, как Твиксик заболел, я увидела, сколько кошечек, собачек приходят. Какие они все милые. Плюс еще я вам скажу, что у нас в Азербайджане, чтобы стать ветеринаром, не нужно заканчивать универ. То есть просто закончил какие-то курсы, и оплят, ты ветеринар. Это раз. Например, 2004 года, который я потратила на свой универ. И сколько денег. Потому что я училась на платной основе. Мой университет в тот период считался одним из самых дорогих. Сейчас не то, что он стоит дешевле. По-моему, да, он стоит дешевле. Еще и теперь и другие универы стоят ровно столько же. Поэтому как бы он не сильно отличается. Вот. Эти баклажаны не очень вкусные. Вот эти четыре года, в принципе, опять же, я закончила экономически, но я как бы не жалею. Экономика это тоже мое. Я люблю деньги. Я люблю все процессы, которые связаны с этим. Мне было интересно слушать на лекциях. Как люди богатеют, откуда появляются деньги, как правильно инвестировать. Не знаю, все темы были реально очень интересные. Еще плюс у нас в универе были педагоги, которые очень грамотно и доходчиво объясняли все. Действительно. То есть, у педагогов абсолютно не было никакого желания, чтобы ты срезался. Наоборот, педагоги хотели, чтобы ты хорошо сдал экзамен. Никогда ничего про коррупцию я там не слышала, не видела в моем универе. Так что никогда не поздно начать то, чем ты хочешь действительно заниматься. У меня, когда я блогинга начала, я училась в универе. На первом курсе или на втором. Я думала, вот надо начинать, там, не знаю, как Катя Адушкина, не знаю, в 14 лет. А я уже опоздала. То есть, мне всегда казалось, что я опаздываю. Возьму-ка я вилку. Устала. Так что... Мама, например, очень хотела, чтобы я стала учительницей. У меня в голове была такая идея стать адвокатом. Потом папа мне начал объяснять, что это все очень опасная работа, тем более для девушки не стоит. хотя не знаю, смогла бы я вообще найти работу в этой сфере. Это тоже большой вопрос. Потому что столько людей заканчивают юридически, и там таксуют, или без работы. но сейчас я понимаю, что я свою точку зрения не могу отстоять. А нужно отстоять еще кого-то, преступника, который совершил преступление. мне просто очень нравились передачи вроде вот следа, криминальной хроники. Со стороны может показаться как-то очень просто все. на самом деле нет. Сейчас я понимаю, особенно защищать насильников. Это психологически тоже очень сложно. В общем, поэтому получилось, как получилось. вот все, например, жалеют о прошлом. Я из тех людей, наверное, которые совершенно не жалеют о своем прошлом. Вот вся моя жизнь, как она протекла, если бы я начала бы сначала, она протекла бы точно таким же образом. Я бы вообще не хотела вернуться назад ни в один момент в своей жизни. Даже люди из прошлого, которые меня разочаровали, и, например, можно было вернуться назад и просто вычеркнуть этих людей из своей жизни вовремя. Я бы, наверное, это тоже не делала. Потому что это тоже своего рода урок, который привел меня туда, где я сейчас нахожусь. поэтому никогда в своей жизни ни о чем не жалейте. Меньше оглядывайтесь назад. вот тогда у вас в жизни начнет все получаться. у нас родственник очень невыгодно вложил свои денежные средства и прогорел. И он постоянно про это вспоминает и говорит, вот, я сделал неправильно, надо было тогда поступить так. понятное дело, что это ошибка. Но чем больше ты вспоминаешь об этом и триггеришь себя, зачем? Следующий вопрос. Вот как вижу, самый залайканный, на те я отвечаю. Опиши внешность своего идеального парня, мужа. Рост и вес сколько у вас? Рост у меня метр шестьдесят восемь. Кстати, почему-то меня вот в комментариях вечно тюкают за это. Все говорят, нет, ты меньше. Вот когда меня впервые увидела Самира или подруга Самира, они говорят, что ты намного выше, чем мы тебя представляли. Когда я говорю, что я метр шестьдесят восемь, они говорят, нет, не может быть, ты метр семьдесят как минимум. То есть это люди вокруг так говорят. А почему-то в комментариях начинается срач. Как только я скажу про свой рост, начинается, ой, да ты метр с кепкой туда-сюда. Господи. Айка, привет, откуда твои родители? Мои родители, мама и папа, оба лесгины. То есть мы не азербайджанцы, а лесгины. У нас есть свой родной язык. Преимущественное большинство лесгинов живут в Дагестане. Вот. Мой папа, когда женился, для него было принципиально важно, чтобы его жена была лесгинкой. То есть он выбирал себе жену, опираясь на этот фактор. И как говорит мой папа, благодаря этому вы с твоим братом знаете лесгински. Согласна. То есть для папы это был очень важный фактор. мне кажется, как и сейчас для моего отца, чтобы мой муж был лесгином. Ну, вы знаете, я считаю, что вот эти вот стереотипы, они должны уже остаться в прошлом. В общем, мы с вами доели. Я думала, не съем. Я считаю, что каждый человек должен выбирать себе вторую половинку по сердцу. И не важно, кто она по национальности, по вере или по остальным каким-то факторам. Не важно. Какой кислый. Он сказал, что с кислинкой. Просто я не ожидала, что до такой степени. Раньше я считала, что мой исправник ни в коем случае не должен быть певцом, актером. Не знаю, там блогером. А сейчас я думаю, что здесь плохого, если человек блогер. Если у человека есть аудитория, это же неплохо. Или, например, мой коллеги, он, например, снимает какие-то обзоры машин или еще что-то. В этом нет ничего плохого. То есть нельзя людей как-то делить на какие-то категории, единственное, я не смогла бы коммуницировать не то, что вот с парнем конкретно, с таким. Посмотрите, идеально чисто получилось. Единственное, я бы не смогла коммуницировать даже с подругой, если бы у нее был провокационный контент. сейчас вы напишите, какая тебе разница и так далее. Я просто не очень люблю таких людей, которые, например, провокируют других людей, какие-то социальные эксперименты снимают без разрешения кого-то, на какие-то скандалы вечно нарываются. Я люблю, чтобы у меня голова была спокойная. Пусть я заработаю, например, не 100 долларов, а 50, но зато у меня будет хоть какая-то минимальная репутация, понимаете? У нас, например, в ТикТоке устраивают батлы, так скажем, и в этих батлах часто бывает друг друга оскорбляют, чтобы набрать больше аудитории, набрать больше подарков. который впоследствии можно вывести в деньги. И стак чисто внешне выбирает с бородой. Обязательно с чувством юмора. и самое главное, знаете, что? Чтобы между нами была душевная связь. Я не знаю, как вам это объяснить, но с какими-то людьми вот ты чувствуешь, что прям это человек родной тебе, прям роднулечка, как будто он в прошлой жизни был твоим каким-то родственником. Позвоните, скажите, знаешь, мне грустно. Поболтай со мной. Недавно прочитала новость, что мисс Россия прошлого года, вот эта девушка, не помню, как Линникова Елена, или как ее там звали, в общем, она вышла замуж за американца, американского журналиста. Я это прочитала и так обрадовалась, как классно, девушка просто пошла на конкурс красоты и там встретила свою любовь. Это же круто. Поэтому, мои хорошие, никогда не обесцениваем себя. Мы самые классные, самые прекрасные. У нас восхитительное чувство юмора, мы харизматичны. Ха! Да. На этом все. Всех люблю, целую. десерт мне вообще не понравился. Я не знаю, на кого он рассчитан. Он чуть-чуть с кислинкой. Какой чуть-чуть с кислинкой вообще кушать невозможно. Всех люблю, с вами была Айка. Пока!